Привет, Улик, красотули, лапули! У нас, наконец-то, ваше прям очень долгожданное видео. Называется оно «Кофеёк». И ответы на ваши вопросы. Я кофеёк себе уже заварила, уже отхлебнула. Я попросила вас под постом в Инстаграм оставлять их. И сейчас буду оттуда и зачитывать. Начну с самого начала, наверное. Здравствуйте, больше не наращивайте ресницы. Наращиваю. И сейчас съезжу в Беларусь. Сделаю все ресницы, потому что, ну, как бы, я люблю наращенные ресницы. Наращенные. Правильно, наращиваю. Просто сейчас было ужасно много тополинового пуха, особенно в Москве. И я и так всё время чесала глаза. Я их, в принципе, да и не красила практически, потому что постоянно их чесала. Так, у меня тут спрашивают про поликистоз яичников и мужских половых гормонов, если много. Я не знаю, у меня нет ни поликистоза. Я понятия не имею, что это такое. Я знаю, что это, ну, как бы, кистозное образование на органах, вообще поликистоз. Но я с таким не сталкивалась. Так, у меня тут про Кристину спрашивают из Геленджика. Она до сих пор ведёт свой канал. Не так часто, конечно, выкладывает видео. Но там у неё есть очень классный рецепт. Обязательно я ссылку оставлю под видео. Посмотрите обязательно. И если я на какие-то вопросы не отвечу, интересующие вас, пожалуйста, посмотрите мои предыдущие видео с кофейком. Там много, много информации. Что с нашей дачей в Беларуси? Всё нормально. У нас дача у дедушки. Но дедушка уже туда не ездит, потому что дедушке сложно ходить. И есть дом в деревне. Вот как раз-таки следующее видео будет влог. И мы поедем в деревню по-любому. Я вам покажу к этому красота. Так, у меня очень часто спрашивают, курю ли я. Я покуриваю Айкос, особенно с кофе. И, ну, не так часто, конечно, но бывает, да. Так, косметика Олэй. Я не пользовалась ей, не могу ничего сказать. Спасибо за твою работу. Спасибо. Очень горжусь тем, что у меня есть такая крутая землячка. О, привет, беларусочки. Когда планируешь поездку в Беларусь? Вот как раз-таки завтра утречко. Я сделала сегодня справку специальную с собакам, чтобы перевезти их через границу. И завтра еду в 5.30 утра, отвезу мужу на работу. И как раз поеду сразу в Беларусь. Где приобрела кофту с лампасами белыми? Не знаю, наверное, Нью-Йоркер, скорее всего. Как отношусь к кератину и ботоксу для волос? Сама я себе именно процедуру кератина и ботокса не делала. Я видела результаты после ботокса. Делала моя сестра. И сначала, когда делаешь процедуру с волосами, все нормально. А потом им трындец, они начинают отламываться. Поэтому я бы не хотела себе делать такую процедуру. Мои любимые свечки называются Bad & Body Works. Там белая ива, по-моему. Так, назрел вопрос про историю моего похудения. Ну, у меня вес прыгает туда-сюда. И это не зависит от того, сколько я ем. По поводу жоров. У меня не было никогда жоров. Я вам скажу так. Я не испытываю практически никогда чувства голода. У меня такого нет. Вот я сегодня. Сейчас у нас 4 вечера. И я вот первый раз, что я делаю, это я пью кофе. И я еще не ела. И скажу так. Если я забыла поесть, то я могу не есть сутки вообще. И не думать о том, что я хочу есть. То есть я не хочу есть. И все зависит от того, что у меня с гормонами. И вы знаете, с возрастом я заметила, что худеть намного сложнее. Особенно, если это гормональный фон не в порядке. Это очень сложно. Как жить с мужем, когда разные графики? Ой, это сложно. Скажу честно, потому что у нас с мужем абсолютно разные графики. Хотя я как бы сижу дома, работаю дома. Плюс веду YouTube. И я стараюсь все-таки под него больше подстраиваться, чем под себя. Потому что у него работа намного сложнее. И что? Ну, как-то планировать совместные выходные, например. Очень интересный вопрос, почему мы не путешествуем. Ну, во-первых, сейчас все закрыто. Куда путешествовать? В Турцию я точно не хочу. Если бы я хотела, то только в Стамбул. И съездить в Топкапы. А так, моя мечта. Сейчас быстрее бы открыли Египет. Закончилась вот эта вот пандемия. И, девочки, это миллион процентов, что я поеду в Египет. Может быть, даже с моим папой. И, скорее всего, даже еще с моей сестрой. Ему возьмем мы очень хотим в Египет. Потому что мы давно туда не ездили. Это наша любимая страна для отдыха. И вы знаете, неважно, какой отель. Три звезды, четыре звезды, пять звезд. Мы были во всех звездах. И разницы нет, если это первая береговая линия. Вообще никакой разницы. У нас отдых в Египте заключается в том, что мы купаемся в Красном море. Мы выезжаем там, ныряем с аквалангом или с маской на коралловых вот этих рифах. Возвращаемся. В отеле, в самом отеле мы практически никогда не едим. Мы выезжаем в город. Благо, я уже хургану, вот именно туристическую хургану, я ее знаю, вот как, наверное, свой город. Потому что я там была и не знаю сколько раз, наверное, раз пятнадцать. И я знаю, где какие рестораны. Можно и в рыбный сходить, и в традиционный, и съездить поесть пиццу. Короче, я знаю, где вкусно поесть в хурганде, и поэтому все нормально. Так вот, еще вопрос, почему мы с мужем не путешествуем. На самом деле, это все из-за работы моего мужа. И даже когда мы пойдем на пенсию, еще много лет нельзя будет никуда ему выезжать. Поэтому наши курорты, это курорты Краснодарского края. Поэтому мы, в общем-то, и, наверное, купили квартиру в Геленджике. Какая марка декоративной косметики тебя сильно разочаровал? На самом деле, есть одна и всего одна марка из всего косметического мира. А вы знаете, сколько у меня много косметики, и только одна марка меня разочаровала. Мне не подошел, чтобы вы понимали, вообще ни один продукт. От слова совсем. Ни декоративная, ни уходовая косметика, это косметика и фраше. Мне бы очень хотелось, чтобы эта косметика мне подходила, потому что очень многие ее любят. Но, к сожалению, мне не подошел ни один продукт. Я не знаю, какие там содержатся ингредиенты, которые вызывают у меня страшную аллергическую реакцию. На чем я езжу? На механике или на автомате? Девочки, я ездила и на том, и на том. Но на данный момент наша машина – это механическая коробка передач. И для меня нет проблемы ездить на механике. Единственное, когда стоишь в пробках, немножко начинает болеть нога, которая находится на сцеплении. А так, зимой, вот скажу честно, зимой коробка механическая меня очень сильно выручает. Так, хочу снова в блонд, скажу честно, хочу в блонд, но еще не время. Знаете, что у меня началось? После ковида, вот это вот повальное выпадение волос. И сейчас у меня на башке, на моей, у меня вот столько пуха повырастало. Я вот прям вижу, он, знаете, ну как бы невооруженным глазом торчит. И я не знаю пока что, но мы по-любому с вами будем. У меня стоит этот эстель. Я жду момента, когда я смогу осветлить свои волосы. Хотя мой муж в последнее время все чаще говорит, может ты не будешь краситься, тебе так хорошо. Но мне уже хочется чуть-чуть посветлее. Я не могу сказать, что будет блонд. Я не буду вам обещать, что будет блонд. Я бы хотела быть блондинкой. Но это сейчас очень сложно. И потом очень сложно. Я как вспомню, сколько я всего покупала, чтобы иметь красивый блонд. Из как бы длинное полотно волос. Девочки, я столько денег тратила. На вот это я трачу вообще. Вот столечко. И растут себе, растут. Раз колориально нормально красит мою шевелюру. И все нормально. Поэтому, может быть, будет что-то светлее. Может быть, русое. Может быть, светло-русое. Ну, посмотрим. По поводу коронавируса у меня спрашивают, когда я болела, пропало ли обоянение. Слушайте, у меня было 4 влога с короной. Я там все-все подробно рассказывала. Пропадало обоянение. И не быстро вернулось. Свернулось только через, наверное, дней 25. Как я ухаживаю за ресницами? Да на самом деле, никак я за ними, девочки, не ухаживаю. Растут себе и растут. Реснички имеют свойство отрастать, выпадать и растет новое. Что делать, если родители тебя не понимают, а мама с детства не верит в тебя? Я не знаю, какой совет дать, потому что мои родители всегда говорили, что я самая умная, самая красивая, самая лучшая дочь на свете. И мне очень жаль. На самом деле, очень жаль, что есть такие родители, которые гнобят своих детей и говорят, что ты ничего не добьешься, ты ничего не сможешь. Я знаю таких родителей, скажу честно. И это травма, во-первых, ребенка, а во-вторых, родители пытаются реализовать в ребенке то, что они не смогли реализовать в своей жизни. И это прискорбно. Эта девушка задала вопрос, где бы найти палетку Sleek Storm, ее аналог. Я не знаю аналогов вот этой палетки, потому что здесь такое многообразие оттенков. Вряд ли в какой-то палетке они будут собраны все. Даже Makeup Revolution, ну, тут в основном все бежевое, по ценнику они одинаковые. Поэтому лучше купить себе Sleek. Заказать его он продается много где. И Storm это, по-моему, не лимитированная палетка. Вот девушка пишет, что палетку уже не найти. Я думаю, что на зарубежных сайтах с доставкой в Россию можно найти. И Chocolate Bar от Too Faced, наверное, только из Америки. Ну, или в Сифори посмотреть, они же там официально представлены. Мне кажется, слушайте, да, есть там в Сифори, посмотрите. Да что ж у меня тут так чешется? Почему ты не общаешься с блогером Катей Врединкой 07? Может, пришло уже время рассказать или намекнуть на суть конфликта? Ну, я не могу сказать, что мы очень тесно общались, во-первых. Ну, это чисто блогерские тусовки. Просто решили... Ну, как, у нас не было конфликта особого. Просто я приняла решение, что нам не стоит общаться. Какую машину я хотела бы следующую? Знаете, хотеть одно, а понимать то, что это, во-первых, дорого, во-вторых, дорогое обслуживание. И мы точно ее... Я не хотела бы большую часть бюджета тратить на машину. Но очень-очень хотела бы Infiniti FX. Это прям очень хочу. Но если мы будем менять машину, пока мы не будем менять машину, если кто-то видел цены на автомобили сейчас, то я никогда в жизни не отдам столько денег за тачку. Вот, серьезно, не отдам. Я подожду. Но хотелось бы какой-то кроссовер или внедорожник. Посмотрим. Что-то большое, потому что я хочу большую. Мое мнение о ботоксе, да положительное, на самом деле. Я просто не могу найти себе хорошего косметолога, который бы меня уколол. Потому что мне уже надо предотвращать морщины на лбу. И чем раньше я бы укололась, тем проще потом мне в жизни было. Так что если у вас уже начинаются заломы или уже есть глубокие морщины, ботокс не поможет их убрать, но предотвратить новые поможет. Ботокс – нормальная штука, классная. Бывают ли у меня ленивые дни, когда ничего не хочется? И как вы с ними боретесь? Даете ли себе полениться? Девочки, конечно, я даю себе полениться. Особенно последнее время. Я не знаю, почему. Может, потому что у меня очень такой напряженный график. Еще мужа график напряженный. И потом просто, знаете, такое истощение наступает, что я просто ложусь. Точнее, мы вдвоем ложимся с мужем. У нас же телевизор и экран. Две Sony PlayStation. И вот, например, эти выходные. Мы все выходные играли в Call of Duty Warzone. Все выходные. Мы прерывались только на поесть, попить кофе и все. И погулять с собаками. Все остальное время мы играли. И вы знаете, мой муж сказал, что это были лучшие выходные за последний год. Какую книгу пришла последнюю и когда? Слушайте, на самом деле, книжки я уже давно не читала. Потому что у меня нет времени читать книги. Я читаю какие-то научные статьи. Сейчас я занялась... Точнее, мне так получилось, что мне пришлось изучать полностью Совет Безопасности ООН с самого начала и до сегодняшних дней. Поэтому мне хватило чтиво вот так вот. Как я считаю, что нельзя простить мужчине? Предательство нельзя простить. Можно сделать вид, но простить вряд ли. В моей жизни было несколько предательств. И я до сих пор их не простила. И даже не хочу этого делать. Да и, кстати, не только мужчине. И женщинам тоже. Как только предал всё. Ну, назад дороги не... Зачем возвращать? И ты постоянно живёшь и ждёшь, что тебя опять предадут. И опять обидят тебя. И опять это нервы, это слёзы. Нафига. Но учите планировать семейный бюджет. Я, на самом деле, такой планировщик. Честно скажу, я планировщик. Если б не я, мой муж бы вот так вот, как говорит Алла Погодаева, Д'Артаньян с карточкой вот так вот. Он бы ходил по магазинам, и у нас бы ничего не было. Я сразу, когда у нас так получилось, что зарплаты у нас вообще приходят денег в семью в разное время. То есть, муж там в начале месяца, у меня в конце месяца. И это помогает, скажу честно. Я сразу откладываю на все оплаты. Всегда. Я оплачиваю всё в один день. Квартплаты за две квартиры, телефоны, интернеты, там, какие-то подписки. Короче, всё, в один день я оплачиваю. У меня остаётся сумма. Так, откладываю сразу на бензин примерно. Если нет бензина, то на проезд, правильно? Ну, логично. Откладывается определённая сумма на еду. И если есть необходимость купить одежду, откладывается на одежду. Я очень часто откладываю деньги на потом. И делаю я, девочки, это не то, что там наличными, да. У меня есть сберегательный счёт, на который я складываю деньги и не трогаю их оттуда. Потому что потом они как найдены. Вот, например, у меня последняя моя очень большая была трата – это машина. На машину я потратила больше 30 тысяч рублей. Просто вот мне пришлось выложить. Плюс внезапно нужно было переобуваться, машину переобувать тоже. Это тоже недешёвое удовольствие. Опять же, пятнашка как с куста слетела. Я сначала рассчитываю на все нужды, всё оплачиваю. И потом уже остальные деньги я… Ну, что-то остаётся там… Можно там 5-10 тысяч отложить на какую-нибудь ерунду, да. Там на косметоз тот же самый. И остальное всё откладываю, скажу честно. Я откладываю, потому что потом я ненавижу, клянусь, я ненавижу одолжать деньги. Даже на несколько дней. Для меня просить у кого-то деньги – это… Это с вашей смертью подобно, скажу честно. Я лучше где-то выкручусь, где-то что-то сэкономлю, где-то что-то отложу опять же, чем я буду у кого-то просить. Поэтому всегда планируйте вот так, по ячейчкам. Как поживает мой папа и дедушка? Папа вообще огонь. Дедушка, ну, дедушка старенький уже у нас дедулечка наш. Ну, побаливает. Ну, на самом деле, мой дедушка очень сильно болен, и уже давно, и я не знаю, как он держится. Это просто вообще силище неимоверное. Папа хочет жениться моего второй раз? Ну, я не знаю, если он захочет, пускай женится. Ну, прикольно было бы. Я бы хотела у папы на свадьбе погулять. И да, у него есть женщина, и она нам очень нравится. Так, у меня тут спрашивают про детей. Я, так понимаю, недавно совсем смотрят, да. Потому что видели мою девочку. Евочка моя племянница, ей 4 года. И детей, планируем ли мы детей? Да, конечно, детей мы планируем, но в ближайший год, походу, опять нет. Я понимаю, что время идёт, но пока не получается, так сказать, по семейным обстоятельствам. Не по здоровью, не придумывайте. У нас всё нормально, мы в очередной раз прошли обследование, если вдруг что. Поэтому всё у нас хорошо, только ещё мы не успеваем, короче, в график свой влиться, так, чтобы запланировать ребёнка. Так, по поводу сумок. Девочки, клянусь, я отошла от этой темы. Куча аксессуаров, бижутерия, вообще бижутерию... Ты что там делаешь? Вообще бижутерию не ношу. Не знаю, вот отвернула меня от бижутерии. Хотя раньше у меня был целый сундук, не знаю. Я лучше вот ношу одни серёжки, вот, точнее, двое серёжек, там одно кольцо. И единственное, там часы, браслеты меняю, да? Сумки. У меня есть сумка большая, классическая. Сумка маленькая, кросс-боди, чёрная. Рюкзак, который я купила сейчас в H&M, бежевый на лето. И у меня ещё есть золотая сумочка на пояс и через плечо спортивная. Всё. Я не хочу захламлять это вообще, прям сейчас не моё. Я не знаю, почему. И все мои сумки лежат на одной полке. Вот мне одной полки хватает, чтобы всех уложить. Раньше снимала неделю влогов, хотелось бы возобновить такую практику. Я бы с удовольствием возобновила бы такую практику, если бы моим подписчикам приходили уведомления о том, что выходят мои видео. Девочки, вы не представляете, сколько YouTube не показывает мои видео. И не только мои. Это сейчас такой бич на YouTube. И сейчас, кстати, проверьте свои подписки со следующей недели, потому что у YouTube новая чистка. И вы можете попасть под раздачу. И вас может отписать не только от моего канала, но и от каналов, на которые вы подписаны. Так что обязательно проверьте. И не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И заходите почаще на мой канал, потому что там регулярненько все выходит. У меня, короче, такой критерий. 17 тысяч просмотров набирается на видео, я открываю новое видео. Если не набирается, я видео не открываю. Поэтому, кто хочет новое вида, сможете и по два раза посмотреть. Так, если бы мне предложили выпустить именную коробочку красоты одного месяца, чтобы туда попало из любимых продуктов, Стеллари, однозначно Стеллари бы попало. Во-первых, помады Стеллари, во-вторых, тушь Стеллари, тушь Вильен Сабо, нет, давайте вот так, тушь Вильен Сабо, карандаш брови Стеллари, помады Стеллари, масло Стеллари, тени от Катрис, и мист новый. Девочки, как мне нравится этот мист от этого, от Эссенс, который я вам показывала. Он бы точно попал! Вообще классный. Вот, и термальная водичка от Виши, и всё, наверное, ну, это надо продумывать концепцию. Может, даже какой-нибудь батончик бы положила бы туда. Не хотите ли свой дом? Это вообще моя мечта, но она неосуществима, потому что мы живём где? В Подмосковье, скоро переедем в Москву, и где я вам дом возьму? Ну, так я бы с удовольствием жила в доме, я бы огород себе там развела. Вы даже не представляете, у меня была бы теплица, куча грядок, и да, я из этой вот как раз-таки касты, которая любит копаться в грядках. Я даже не люблю копаться в грядках, я люблю, когда у меня всё растёт. Я уже ужасно ревнивая. Девочки, я ужасно ревнивая. Хотя мой муж никогда у меня не давал повода. Но я вот просто вообще... Я в себе это стараюсь очень сильно подавлять. У меня нет подозрений. Я ревную своего мужа вообще ко всем, даже к друзьям. Ну, к одному только не ревную другу. Это единственный чувак, к которому я не ревную. А так, у меня ревность к нему, даже вот он Масю обнимает, там целует Масю, и всё. А я? Так, хотела бы в геленджикной ПМЖ, мы оба очень хотим в геленджикной ПМЖ. Когда мы переедем в более просторную квартиру, хотела бы я завести ещё домашних питомцев. Если да, то каких? И что за порода, и почему нет? Так, двух собак мне вот так. За глаза, неважно какая площадь, две собаки, это за глаза. Во-первых, девчонки, это даже не дело в пространстве. Это всегда будут ёрки, это 100% ёрки. Скажу честно, это огромная часть бюджета. Потому что одно дело, когда собака здоровая, там, корм, туда-сюда, вот, крякает. Вот, что ты крякаешь? Что случилось? А другое дело, когда собака болеет, вот в этом месяце на Масину аллергию, его уши, мы отдали, уже 10 тысяч рублей. Ну, вот, вот так. Поэтому больше я просто не потяну финансово. Уход за ними, это, ну, как бы, тоже время очень много занимает. Не больше двух собак. И у нас никогда не будет котов, это точно. Я очень люблю котов, чужих. Но себе бы я кота не хотела, и кошечку не хотела бы. Почему? Потому что, во-первых, шерсть, а во-вторых, я не переношу запах кошачьего лотка. Для меня это вообще смерти подобно. Как не принимать всё близко к сердцу и быть в хорошем настроении? Короче, я уже давно для себя поняла, что там хвостом виляет, что если что-то случается, оно всё равно случается. И в любом случае будет какой-то исход. Либо хороший, если мы постараемся, либо отрицательный, если, ну, так уж получилось. Поэтому переживать особо я не вижу смысла уже давно. Не треплю себе особо нервы. А хорошее настроение, во-первых, у меня собаки всегда поднимают мне настроение. Всегда. Ну и, конечно же, Гарри Поттер. Ой, такой вопрос красивый. Спасибо большое. Если бы вы были актрисой мирового масштаба, я уже себе представила, какую роль мечтали бы сыграть? Тут вообще к гадалке не ходи. Я бы очень хотела сыграть Скарлетт О'Хару. Вообще, у меня бы там получилось 100%. По поводу планов на будущее своего канала. Ну, вот я потихоньку, получается, у меня внедрять лайфхаки. Я надеюсь, они, кстати, вам нравятся. Рецепты по-любому, девочки, просто с этой плитой. Снимать рецепты. Ну, как-то... Переедем на новое жилье. Уже скоро. Тогда, да, рецепты будут в любом случае. И надо будет что-то ещё, да. Может быть, какие-то DIY будут тут. Какие-то подделки. Что-то будем с вами делать такое на постоянной основе. Я, наконец-то, займусь заготовками еды. Какой мой любимый парфюм? Какой? Вот Труссарди, Делькет Роуз. Это уже новую бутылку я начала. И обожаю просто Джорджо Армани Мауэй. Вот. Эти два аромата сейчас постоянно на мне, но в основном вот этот. Это, девочки, я уже за две недели высыпшикала. Уже столько. Обожаю. И, кстати, я тут была пару дней назад, взяла Джон Гальяна, пшикнулась. Такой ягодный аромат. А мне муж сказал, говорит, чем у нас дома воняет? И я такая... Я говорю, ну чем воняет? Говорит, каким-то... У него, представляете, ассоциация? Говорит, какая-то, говорит, старая бабка-аристократка, говорит, открыла свой платяной шкаф. Я говорю, опа, я пошла мыться, чтобы с бабкой не ассоциироваться. Какие качества важны для тебя в людях и какой поступок человека не имеет оправдания? Человек, в первую очередь, должен быть честным. Я ненавижу врунов. Как только мне люди врут, эти люди из моей жизни уходят. Люди беспринципные, которые заботятся только о своем благополучии и их не волнует абсолютно никак жизнь окружающих их людей. Эти люди тоже со мной в одной лодке сидеть не будут. Алкоголики никогда не будут в моей жизни. Это точно. Я не... Ну, это люди, это все. Если они не справляются с этой зависимостью, они потом и маму родную продадут. К ним же мы относим и наркоманов, и игроманов. Это три категории людей, которые никогда не будут в моей жизни. Вот. Вот так вот. Ну, и добрые, конечно, которые любят животных. по-любому. Так что, девочки, если вы хотите выйти замуж, посмотрите, как ваш мужчина относится к животным. И все. Почему я не покупаю одежду на садоводе? Блин, до туда доехать это надо семь потов, чтобы сошло, а стоять в куче пробок. Там столько людей. Где? Там было два раза. Мне очень понравилось, скажу честно. Но туда ехать проблематично, до туда доезжать. Мои три самых любимых фильма? Блин, я так даже не скажу. Но скажу Гарри Поттер, Узника с Кабана. Просто вообще. Девочки, я могу его вот так вот на репиде смотреть. Железный человек два. Короче, все фильмы Марвел, вот честно. Вот если взять все фильмы Марвел, Гарри Поттеров и Трансформеры. Просто вообще, девочки. Вот включаю, и они вот так вот по порядку идут. Вы мне столько добрых слов пишите. Тут я вообще прям всплакнуть хочется. Как я раскручивала канал? Никак не раскручивала. Просто снимала, выкладывала и все. Как не останавливаться, не обращать внимание на комментарии? Ну, я за ноготь закрыла канал один раз. Вот так. Ну, а так я очень рекомендую все, кто пишет гадости, сразу в бан их кидать и все. И все. Так, рассказать про первый брак. Какая была причина разойтись? Обоюдная причина. Не, ну, ладно. С моей стороны была инициатива разойтись. Никаких измен, ничего такого не было. Просто мы решили, что мы все досвидули. Вот. Кстати, без скандалов. Так, когда мы на моречко, 25 июля вроде как собираемся. Как перестать искать причины на пустом месте конфликта? А как их перестать искать? Просто они ищите, рот закройте и все. И все. Просто так вот закрыть рот и все. Так, у меня тут спрашивают, почему я так долго живу в России и еще не гражданка России. А с чего вы взяли? А с чего вы взяли, что я не гражданка России? Если честно, я сейчас как раз таки оформляю документы. Сколько мы тратим на продукты? На самом деле, каждый месяц сумма разная. Что-то в пределах, наверное, 20 тысяч рублей. Какой мой секрет счастливой семейной жизни? Девчонки, у меня есть такое видео, тоже кофеек. И обязательно его посмотрите. Я до сих пор этого придерживаюсь. Очень важно, чтобы ваши интересы совпадали с интересами вашего мужа. И если у вас нет там какого-то определенного хобби, то присмотритесь к хобби своего мужа. Может быть, оно вам тоже подойдет. У нас с мужем как раз-таки симбиоз в этом плане. Во-первых, мы любим оба футбол, смотреть футбол, играть футбол, особенно в компьютерной игре, и плюс компьютерные игры на Sony PlayStation. Это просто наша страсть. И мы сейчас просто... Вы не представляете, как мы кайфуем, когда мы играем вдвоем. И на самом деле во время пандемии, что сейчас никуда нельзя ходить, никуда нельзя выйти нормально погулять, посидеть, без страха того, что ты заразишься, это вообще самая офигенная альтернатива. Тем более, сейчас идет евро 2020. мы смотрим, представляете, мы смотрим сразу два матча. Один на телевизоре, второй на компьютере. Так, мой муж не водит машину и не хочет себе, он свою. Девочки, он за это не хочет садиться в машину. Зачем ему вторая машина? Нам вторая машина в семье вообще в принципе не нужна. Мой муж не любит водить машину. Вот так вам скажу, он прям не любит. Даже когда я его прошу, пожалуйста, сядь, сегодня ты. Он такой, давай не будем, давай не будем, давай, ты сама нормально ездишь. Так, как наш Мася вообще? Мася, у Мася, скажу так, Мася, ему 11 лет, у него все свои зубы, как бы все нормально, но у Мася очень много генетических отклонений. Может быть, я уже как-то рассказывала, мне кажется, может быть, он от брата с сестрой, может быть, он от мамы с сыном или от папы с дочерью. Короче, у Мася очень много генетических отклонений и изменений. И это сказывается на его здоровье, особенно на печени и почках. Сейчас мы сделали и операцию, и делали УЗИ сердца ему, ну, уже пора было, и, как оказалось, у него есть еще и проблемы с сердцем, и, короче, девочке он перенес две операции на ногу, потому что суставы задние, коленные, это генетически тоже генетическая предрасположенность. На самом деле проблем очень много, тем более собака попала ко мне в ужасно запущенном состоянии. Мы его вылечили от его хронических заболеваний, это хронический панкреатит, это был хронический атит, у него там, у него очень было много, и с печенью большие проблемы, и с желчным большие проблемы, и вот, на самом деле, за 6 лет я лечу собаку все 6 лет. По поводу наркоза, сейчас не такой наркоз, сейчас нормальный наркоз, так что не бойтесь. Ну, что, девчули, я надеюсь, это видео было для вас интересным, и может быть, чуточку полезным, может быть, я вам подняла настроение, ответила на интересные ваши вопросы, и, конечно же, я вас попрошу, пожалуйста, пальчик вверх, напишите комментарий под этим видео, а еще лучше, все мои видео смотрите на скорости полтора, во-первых, это быстрее, во-вторых, более интересно. Я, например, видео на ютубе смотрю на скорости 1.75, и воспринимаю информацию очень круто, и, конечно же, пожалуйста, посмотрите мои предыдущие видосы, мне это очень нужно, поставьте пальчик вверх и откомментируйте их. Всех целую, всем пока!